Всем привет! Сегодня мы вам расскажем, как провести полтора часа в гараже, имея пластиковую бутылку, ну и, к сожалению, не фольгу, а жгут. Сегодня мы поговорим о замене тормозной жидкости в автомобиле, насколько это необходимо, как эта процедура проходит, какие, собственно, есть нюансы проведения этой процедуры. Ну, во-первых, кроме пластиковой бутылки и шлангочки, нам понадобится еще новая тормозная жидкость, нам понадобится шприц, чтобы избавиться от старой тормозной жидкости в бачке, ну и нам понадобится правая нога оператора, который будет давить на педаль тормоза во время самой прокачки тормозной жидкости. Как обычно, без правой ноги оператора нифига не получится. Ну, у нас был рецепт Глинтвейна, где обязательно нужна была правая волосатая рука, и ты знаешь, на драйве очень много комментов было, которые писали, я все купил по рецепту, высылайте руку. Вот, на что Рыжий сказал, ну нет, спасибо. Вообще, зачем это надо делать? На самом деле, это регламентная процедура, она описана в многих книжках по ремонту, в сервисных книгах к новым автомобилям по регламенту СТО. Ее необходимо проводить раз в два года смену тормозной жидкости, либо раз в 40 тысяч пробега. Почему? Потому что тормозная жидкость сама по себе, она очень гигроскопична. И за вот этот промежуток времени, где-то за два года, год-два, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть быстрее, она набирает в себя влагу. Ей достаточно набрать, ну, совсем чуть-чуть влаги. В принципе, это можно сравнить с отсыревшим сахаром, или с отсыревшей каменной солью. То есть, она влагу всасывает, но то же самое в себя всасывает тормозная жидкость. Откуда она ее берет, я не знаю, может быть, потому что все-таки не идеально герметичная крышка бачка тормозной жидкости. Так вот, что происходит с тормозной жидкостью, когда она в себя взяла влагу? Она теряет свою температуру кипения. Мы все знаем, что когда тормоза тормозят, ее можно реально разогреть до красна, и температура до 4, ну, она доходит, по-моему, температура кипения от 260 градусов. Соответственно, если туда добавить даже чуть-чуть воды, то температура кипения резко упадет. Следовательно, эффективность длительного торможения, она сводится вообще на нет. Что происходит дальше? При задержке тормозной жидкости, то есть не 2 года, а 3-4, у вас начинает эта влага в тормозной жидкости потихонечку ушатывать всю тормозную систему. Мы с вами знаем, что тормозная система состоит, если абстрагироваться, в общем, не считая АБС, у нас есть главный тормозной цилиндр и 4 рабочих цилиндра по колесам. Соответственно, цилиндры, зеркала, то есть есть конус, есть суппорт, в него вставляется зеркальный абсолютно цилиндр, у которого там, ну, как поршень, наверное, на двигателе, вообще микроны зазора. И когда в него попадает влага, он начинает ржаветь, образуются раковины, и к чему это может привести? В самом, наверное, печальном случае, в самом простом случае у вас начнет течь тормозной цилиндр, потому что ржавчина на цилиндре поест резинку уплотнительную, и через нее начнет пропускаться тормозная жидкость. То есть у вас будет мокрый суппорт. Это первое. Второе, наверное, самое плачевное, это заклиниванный тормозной цилиндр. Опять же, эффективность торможения, но она будет, в общем-то, нулевая. Алло, алло, это не телефон. А, да, вот. Короче, для наглядности и для утешения собственного самолюбия на китайских просторах был приобретен вот такой вот аппарат. Это тестер тормозной жидкости. Что он показывает? Он показывает процент содержания воды в тормозной жидкости. Ну, попробуем. Так, что у нас стоит до 4? Подсветка экрана. Поехали. Ох ты ж, здрасте. Так, мы получили восклицательный знак. Мы получили, ну, почти 3% влаги. Я знал, я догадывался. Вот, мы сейчас попробуем замерить в новой банке. Собственно, к чему мы это все говорили, да? В прошлый раз, когда не было этого тестера, и я понял, что вот крайне необходимо менять тормозную жидкость на автомобиле Hyundai Getz, когда однажды утром выехал на холодной машине, и пришлось резко затормозить, и у меня при его касании на педаль стало работать АБС. Вот мне это жутко не понравилось. И я понял, что пора. Так, новая тормозная жидкость. Два с половиной. Ага! Так. Протрем электроды. До 4. Ок. Два с половиной. Ну, тут есть два вопроса. Либо к производителю ликвимоли, либо к производителю вот этой вот китайской херни. И что теперь делать? А ну-ка, а тут? О! Орём! Мне нравится, как он орёт. Вытираемся. Типа, эти два, это в допусках? Два с половиной восклицательный знак. То есть, короче, у меня есть какое-то ощущение, что эта хрень на самом деле не работает. Можем промерить у меня. Нет, давай промерим. О! На отработке. Как тебе такой расклад? Вот это вот. Нормально. Зелёненькая. О, зелёненькая. Это кастрол. Я даже знаю, чья это. У нас есть... Тоже тормозуха? Да, у нас есть один любитель кастрола. Так. Всё то же самое. Всё то же самое. Два с половиной, да? Два, два и семь. На отработке. На отработке. Вот. Короче, вот мы буквально в течение нескольких минут провели обзор вот этой вот замечательной китайской херни с антенками. И, в общем-то, я думаю, мы уверенно делаем заключение, что она нахер не нужна, эта китайская херня с антенками. А когда надо менять? Либо раз в два года, либо раз в 40 тысяч пробега, либо когда при торможении вы начинаете ощущать, что педаль в конце ватная. Вот это первые симптомы, что пора менять тормозную жидкость. А телефончик отправим дядюшке лево-обратно. Да-да-да-да. Лицо так себе. Ладно, еще немного болтологии. Как работает главный тормозной цилиндр? Давай, листок бумаги. Мой любимый карандаш. Короче, есть у нас цилиндр. Вот здесь у нас педаль. Рисовать я не умею. Короче, педаль тормоза. Вот здесь у нас есть бачок с тормозной жидкостью. Внутри у нас есть цилиндр. И какая-то пружинка возвратная. Вот. Но на самом деле, в основном, на всех автомобилях сейчас два цилиндра внутри. Но не суть. Посмотрим на одном. Что происходит? Когда мы нажимаем педаль тормоза, он хапает вот эту жидкость, которая здесь есть, и вжимает... А, пардон. Вот тут вот пошли четыре трубки на колеса. Образно. И вжимает это все дело в трубке. На конце у нас стоит обычный суппорт наш. То есть, в нем какой-то поршень, который под воздействием вот этого давления выдавливает поршень, и колодка тормозит диск. Соответственно, что мы сейчас делаем? Мы выкачиваем всю жидкость отсюда. Ну, до сюда мы не доберемся. Заливаем новую. И начинаем просто его прожимать, вымывая из системы старую жидкость. То есть, нажали, открыли сливной кран на соответствующем суппорте, вылили, пока не пошла чистая. Пошла чистая, прокачали по старинке, когда избавляются от воздуха в системе, чтобы вот тут вот у нас не попало воздуха. Поэтому очень важно следить, чтобы тормозная жидкость всегда была в бачке на уровне. Посмотрели, что нет воздуха, закрыли, перешли к следующему. Основные системы тормозные. Тормозная система с АБС у нас подразумевает, что нам, короче, на самом деле пофиг, как прокачивать автомобиль. Вот здесь вот это, короче, будет лицо автомобиля. Вот такой вот. Я не удержался, извините. Господи, на предложительный какой дизайн. Ваша мать. Вот. Мы помним, что у нас педаль тормоза находится слева. Водитель вот тут. Соответственно, тормозной цилиндр у нас находится вот тут. Соответственно, блок АБС у нас находится где-то рядом. Так вот. Мы начинаем менять жидкость от дальнего колеса, от дальнего суппорта относительно блока АБС. Потому что он у нас будет являться еще промежуточной целью. Соответственно, мы делаем вот так. Первый, второй, третий, четвертый. На автомобилях без АБС Сейчас мы изобразим это дело. Четыре квадратных колеса. Ты помнишь, как рисуется значок ВАЗ? Ладно, не будем троллить. Не будем. Короче, на автомобилях без АБС скорее всего, но это надо читать по инструкции, но в основном, для того, чтобы вы не обосрались, когда откажет какой-то из суппортов, сделано следующим образом. Здесь с цилиндра выходит две трубки, как я говорил, второй поршень, да, стоит. И в бачок еще он вот тут берет. Ну, не суть, короче. Выходят две трубки и идет диагональная система. То есть, одна трубка пошла на левая передняя, правая задняя, вторая трубка пошла на правая передняя, левая задняя. Соответственно, если у вас отказывает какой-то из тормозных цилиндров, вы диагональю без юза останавливаете машину. То есть, B – безопасность. Теоретически. Теоретически. Ну, да, ладно. Ну, значок не буду рисовать. Хорошо. Не рисуй. Теоретически. Теоретически. Вот. И в этой ситуации, как мы прокачиваем? Мы прокачиваем диагональю от дальнего цилиндра, то есть, задний правый, передний левый, задний левый, передний правый. Раз, два, три, четыре. Но, поскольку у нас автомобиль все-таки с АБС, мы идем просто по длине трубок. Три, четыре. Ну что, начнем? Попробуем. Вот, разница заметная. Здесь у нас новая тормозная жидкость, здесь у нас отработанная, которую мы сейчас высосали с бачка. То есть, еще не с суппорта. Вот они, две рядышком. Вот, как минимум, кроме того, что мы потенциально имеем какую-то гигроскопичность тормозной жидкости, мы еще имеем ее загрязнение, что тоже не очень хорошо для тормозной системы, где одни зеркала и цилиндры. Так, ну, поехали. Мы подобрались к первому колесу. На суппорте есть сливной болт. Он, как правило, сбоку в сторону колеса. Мне понадобилось немножко ВД-шки и головка, чтобы его первоначально сорвать, потому что он прикипает достаточно сильно. Если его первоначально срывать ключом и делать это резко и неправильно, то, короче, можно оторвать резьбу и на этом все, прокачивание закончится. Вот немножко, как срывать. Срываем мы, ставим ключ и делаем рывки. То есть, раз, два, три. Оп, 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 оп. Все. Он пошел. Затягиваем обратно. Не снимаем теперь ключик. Сейчас я ставлю камеру, потому что нога оператора у нас задействована в другом дубле. И, не снимая ключик, сверху на ключ я одеваю трубку, по которой у нас будет сливаться тормозная жидкость. В баночке, где немножко жиже было, старая из бачка, я опускаю трубку в саму жидкость. Объясню потом, зачем. Это важный момент. Так, ну, давай, жмакай. Сейчас помощник нажимает педаль для контроля пару раз и держит. Говорим держать. Открываем шланг. Пошла жидкость. Закрываем. Отпускай, поехали. Помощник отпустил педаль тормоза, делает еще пару качков. Держи. Она как-то очень лениво идет. Ну, давай. Сейчас вообще посмотрю, она идет или нет. Давай еще разок. Качаю? Да. Держу. Давай. Да, она идет, но очень лениво. Вот я и чувствовал, что у меня тормоза не тормозят. Давай. О, я вижу, как он шевелится. Я вижу пузырики. А ну, давай сейчас, я открыл просто, понажимай. Я тебе хочу сказать, она, ну, очень... Жмакай, жмакай. Ну, она, блядь, педаль, дубава. Слушай, что-то пошло не по плану. Давай разбираться. Давай. Так, я переставил ключик чуть повыше, чтобы было больше рычага откручивать сливной. А сейчас мы попросим покачать. А ну, пожмакай. Вот. Ну, то есть мы видим, что она, в общем-то, веселее пошла. И теперь мы качаем до этого момента, пока у нас со шланга мы не увидим чистую тормозную жидкость. То есть вот часть сливаем с контура. Первый всегда самый длинный, потому что он проливает все, что было в системе, и потом только выходит в трубку. Вот. Оператор уже, по-моему, там у нас устает. Вот, как я и сказал. Так, держу. Да. Закрыл. Почему именно такая последовательность? Оператор накачивает. Мы видели поршень. Поршень удавился. Мы открыли шланг. Стравились системы жидкость. Но, если в открытом состоянии помощник отпустит педаль тормоза, то жидкость высосет обратно. И у нас либо попадет грязная жидкость в систему, либо попадет воздух в систему. И тогда нам нужно будет прокачивать все опять по-новой. Поэтому перед тем, как отпускать педаль, мы закрываем сливной клапан, отпускаем педаль, накачиваем еще раз и проделаем эту процедуру. Ну, теперь, я думаю, мы слили часть жидкости. И поднимаем трубочку так, чтобы было видно пузырьки. И наступает сам уже момент прокачивания. Давай. Три раза держу. Два. Три. Держу. Спустил. Давай. Раз. Два. Три. Держу. Спустил. Спустил. Раз. Два. Три. Держу. Спустил. Вижу. Давай еще разок. Держу. Спустил. Держу. Что держу? Держи, держи. Держу. Так, я считаю, что воздуха мы не увидели. Следовательно, мы систему прокачали. Теперь, пока помощник держит педаль тормоза, мы затягиваем сливной болт, берем тряпочку, протираем его внимательно. Помощник уже заебался. Отпускай, понажимай. Вот, помощник пару раз жмакает, и мы пальцем видим, сука. Затягиваем еще раз. Не держит он. Подтянем, значит, еще, потому что с клапана было мокро. Протерли тряпочкой. Давай. Я не пойму ни хера. Что, давит? Да, походу, давит. Так вот, я избавился от течи со спускного клапана. Для этого мне пришлось взять трещотку и головкой аккуратно дотянуть. Без фанатизма, чтобы не сорвать, потому что он очень мягкий, как сам суппорт, так и, в общем-то, этот болт. Резьбу слезать на раз-два. Вот, ну, я затянул, протер тряпочкой, ну, в общем-то, все, все сухо. Теперь мы переходим, мы прокачали правый задний, переходим к левому заднему. Есть нюанс, когда вы прокачиваете систему и не можете избавиться от воздуха. То есть вы прокачали, вроде все правильно сделали, все как положено, открываете спускной клапан, у вас все равно появляются бульки. В этой ситуации у вас проблема с суппортом, значит, он где-то травит. В какой-то момент он сам по себе хапает воздуха. Значит, надо разбираться с суппортом, эту систему вы уже не прокачаете, нужно ремонтировать. Да, с возвращения меня из-под машины, мы, дабы не усугублять длину сего видосика, не стали показывать остальные три колеса. В общем, вот что у нас ушло, и еще чуть-чуть я сливал с баночки, вот такого цвета она появилась. Мы помним, что новая она была куда-то гораздо светлее. В процессе прокачивания, в принципе, не прокачивания, а, правильно сказать, замены тормозной жидкости, в принципе, проблем никаких не было таких, чтобы показать их вам, за исключением того, что, в общем-то, мы приговорили правый задний суппорт, который вам показывали под замену. Потому что все остальные суппорта при открывании клапана спуска тормозной жидкости, они шипят. И это, как бы, характерно должно быть для суппорта. Ну, бывает. Это должно быть характерно для суппорта. Вы накачали, отпустили, он такой... Жидкость вышла. Правый нам такого звука не дал, поэтому мы его приговариваем под перебор. Ну, наверное, об этом, кстати, мы можем и подзаписать следующее видео. Ну, что ж, всем спасибо, всем хороших тормозов. А как же лайки, подписки? Лайки, подписки, это обязательно. Дальше интересней. Там чуть-чуть выше видосик о том, что я приобрел пескоструйный аппарат. И этим пескоструйным аппаратом ты как раз будешь чистить. Этим пескоструйным аппаратом я теперь буду чистить вообще все, что вижу, еще, наверное, на протяжении полугода. Я хочу чистить суппорт. У меня есть запасной суппорт на этот автомобиль. И основная цель, для чего я покупал этот пескоструйный аппарат, я хочу избавиться от рыжиков на машине. То есть, локально пробивать до металла, грунтовать, шпаклевать, подкрашивать. Но об этом тоже попробуем попозже подснять. Скажем так, на двух машинах я в очереди. Ну, тебе там крыло, все, его проще снять, а бить в ноль. Все, всем привет!